Первый стих. Начинаем Евангелие от Марка. Макфея закончена. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. Вот я посылаю ангела моего перед лицом Твоим, который приготовит путь Твой перед Тобою. Первый раз, когда я читал, у меня все было ясно. Потом стали появляться вопросы. А потом стало все не ясно. И тогда начал дальше разгребать, раскапывать, читать толкования святых отцов. И тогда только увидел, что Евангелие-то не Маркова. Евангелие Петра. Петр. Марк-то не ходил даже. Тот юноша, который обернулся по телу, вышел посмотреть, когда в садуги Симанском Христа арестовывали. Это был Марк. Все с этим соглашаются. А далее. А он ученик Петра, как сын был, он называет его. А тут, говорит, начало Евангелия Иисуса Христа. Ни Марка, ни Матвей Евангелия. Когда мы с сурманами беседовали, мы говорили Евангелие от Марка, и они вообще не понимают, как. И жил это Евангелие. Это Христу. И сам. Все Евангелия, они в одно об одном. Евангелие благоевелие. Евангелие Иисуса Христа. Вот и ответ дается. А это условно по автору. Евангелие ни Матфея, ни Марка вообще не существует. Благая весть Христа. А спроси сейчас, ты Евангелие от Христа знаешь? Как видно, я знаю Евангелие, Матфея, Марка, Луки, она какое? Христа. Видите? Я этого никак бы не знал. Прошли годы исследований. И тогда только увидел. Господи, да как же это можно было это не видеть? Православные-то вообще этого ничего не знают. Начинают говорить дальше. Христа, Сына Божия, запятая. Как написано у пророков? Написано у каких пророков? Есть великие пророки, 12 малых. Ну кто пророк Айгея знает? А где? Православные спроси. А ведь это пророки, которые в Библии. У Захария там много написано. Исаия это крупные пророки, большие. Большие не потому, что один выше ростом был или важнее перед Богом. А по объему того, что осталось. Может быть Айгей написал 100 глав, осталась одна. Ну, сейчас Бог вам их пророков. Как написано? Иисус идет с учениками и доказывает, как написано. Притом абсолютно везде доказательства должны быть от того, как написано. А вот как написано-то? Вот это, вот это и не знают. А спорят. Я Павлов. Я Полосов. А я Кифин, Петров. А другие, а я Христос. Христос. Вы евангельские христиане. Люди сегодня называют. А вы-то только православные. Нет этих слов. А написано христианин просто. И слова евангельских христианин нет. Они не евангельских каков, но не христианин. Это люди, слова-то на грабештении говорят. А когда начинаешь разбирать, разберешь эти завалы. И все это умышленно. Кто-то путает. Нам нельзя доказать ничего без Слова Божия. На соборах многое доказывали. Но все-таки опирались на Слово Божие. Сегодня в спорах вообще Слово Божие никакой как будто роли не играет. А вот нам нужно, чтобы мы объединились. Мы стали более сильные. И теперь мы будем бороться с католиками. Как? Объединение для того, чтобы с католиками бороться. Где вы это нашли? А указывать. Вот год прошел. А что? Это указывает на возрождение русской нации. Какое возрождение? В каком месте? В какой деревне? В каком городе? Ты посмотри, что в городе делается. Что в школах? Какие взятки берут? Везде оборони. Все на развал идет. А вот мы объединимся. Да мы не объединились. Вы знаете, как объединяться можно? Чтобы мы одинаковы были? По Слову Божию. А по Слову Божию, когда мы одинаковы. Объединение в смысле одинаковости. Мы одинаково понимаем. Одинаково. И апостол Павел видел, что у него не так идет дело, как у апостола. И вот он пришел и стал им рассказывать. Братья, я вот так делаю. Я прихожу и перекрестился там или как. И говорю. Бах, ныне явился всему миру. Язычники, татары, цыгане могут покаяться. А вы как? На мой дворе бог евреев пришел. Ну и там еще кто-то может быть. Никому не проповедует, кроме евреев. И Павел говорит, я предложу особо знаменитейшим, не напрасно меня подвязались, может быть, совсем не так. И что я в те годы делал, обращались тысячи, все это зря. Я им предложил. Как они разбирали в благовествовании. Вот объединилась в обувережье церковь с патриархией. И что? Объединились они по каким признакам? Вот те там благовествуют. И другие, давай, ты как проповедуешь? Ну я начинаю сначала молитву учить, потом говорю, в храм ходите, чаще исповедуйтесь, прощащайтесь. А на каком языке? Ну как на каком? На английском языке нельзя. Англичанам, китайцам надо на таком славянском только. Да они и по-русски ни слова не знают. Не важно, бог знает. Считай, чтобы даже не то, что ненормальные, а совсем никакие. Господь прямо нам говорит, как написано? Каждому народу обращались апостолы. Вот как? А еще как? А как написано? Ни два пальца, ни три, никак. Вообще этого нету нигде. А у нас принято? Ну принято сидеть. А как правильно одна или два ей писать? Ешуа. Запомните? Ешуа. Евреи говорят, Иисус это Ешуа. А как это непривычно? Сейчас бы сам молиться. Ешуа в Гоанасре. Это Иисус из Назарета. Да никто не поверит. А мы с правильным перекладом получили от греков-то, да и ничего не можем сказать правильно-то. Никакого Иерусалима нету. У них Салима-то шалом. Даже по опыту не те стоят. Надо смотреть слово Божие, иногда обращаться к оригиналу. Как написано? А теперь проверим себя. Когда мы с кем-то беседовали, какое-то было несогласие. Как часто мы обращались к этим сакральным словам? Как написано? Это даже бывает, с кем-то мы не согласны. А как написано? Давайте сядем. Если Писание-то не знаешь, как воды вертвут на правду. Чтобы удержать ее, надо молчать. 1 Иоанн 1, 1, 3. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что осматривали, что осизнали руки наши о слове жизни. Апостолы могли это сказать и записали о Сыне Божьем. Мы говорим об Евангелии Иисуса Христа. Что мы можем сказать о Христе? С кого нам брать пример? С Христа. Биографию Христа дети все знают. Мы желаем, чтобы в детях отобразился образ Христов, с кого писать образ, подражать. А Иисус Христос, как говорил, по любым вопросам. Чтобы в ребенке отпечатлелся образ Иисуса Христа. С детьми заниматься очень даже непросто. Любой фильм, показ, он может пересказать. А начинаешь, когда посмотришь фильмы Иисуса, они с пятого и десятого прыгают, он не может еще понять. И быстро забывают. Легко дается учеба, только рожденному свыше. Я имел счастье видеть таких детей, настоящих берущих. 1 Иоаннах 5, 11. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. И сия жизнь в Сыне Его. Даровал. То есть мы получили. Когда? Ну вот нам что-то дали. А большой перевод пришел бы. Или подарок какой-то, дарственная. Ну мы можем сказать, где мы получили. Ну мы не удостоились этого счастья. А бывает родственник богатый, где-то за границей умирает. И оттуда в завещание приходит человеку обращают. И он несказанно богатым внезапно делается. Как? В среде его. В каком смысле? Свидетельство в том, что он даровал нам. И жизнь вечную. Вы как-нибудь подумайте. Вот эти, которые миллиардеры. А они часто пишут. Они несчастнейшие люди. Я посчитал воспоминания одной этой миллиардершины. Я говорю, я никуда не выхожу. Два-три у меня есть знакомых, которые отрешаются. Все время охранники. Мы, они никогда не остаемся. Я не могу пойти даже по магазинам одна. Одна, она никуда не может пойти. А мы идем хоть ночью под днем. Слово сказать завтра меня не будет. Так что вы просите Господа Бога, чтобы ваши братья, чтецы, кому разрешено в храме проповедовать, нашли проповедь Яна Затауста, может, не прямо Сирина, или сами подготовят. Мы едем на Благовест и очень рано, полвосьмого уже уезжаем. Далеко. Далеко. И мы едва-едва успеваем к концу службы, где там священник договорились со встречи. Приходится кое-чем пожертвовать. Далеко вам читать молитву. Помолитесь. Потому что в прошлый раз мы ездили в воскресенье. Некоторые не знают. Мы побыли в трех районах. И везде, удивительно, Бог открывает. Мы фотографии привезли. Начинаешь говорить, подходит пьяница, начинает мешать. А следующая фотография уже сидит около забора и сидит, Евангелие считает. Это вот так интересно. Первые люди, кого мы видим, подходим. А кто такой? Мы говорим, мы благовестники православные. Приехали отсюда, показываем книги. Вот это даром, вот это стоит. Песня у православия 120. В соседний двор заходим. Женщина выходит. Я говорю, она говорит, мне эту книгу дайте. Открывайте руку, 120. А как мы узнали? А вы говорили, я форточку слышал, вы говорили. Она нас еще не разговаривала, книгу не видела, уже деньги в кулаке вышла покупать. Я такого даже не встречал. С человеком разговариваешь, сидит как будто он... Ну, а украинский старик дальше разговаривает. Бывший представитель колхоза. С удовольствием ту же книгу купил, вопросы задает. Ведем в деревне четверо, встречается. Один только, третий, трое, пьяненький. Начинаем беседовать. Принимают, как будто мы там шли люди, там жили вместе с ними. Сначала позвали нас мошенниками, жули, мы ездят, деньги собираем. Мы документы показали. Книги большую роль играют. Когда документ покажешь, паспорт, а потом книгу. Книги начинают говорить. Я автор, представьте как. И сразу располагаются люди. И в следующий раз уже договорились, если мы приедут, чтобы людей собрали, можно было беседовать. Были мы в Тюмьево, в Мамонцевском районе, в Шашинском и в Тюменцевском. И через здесь переехали, на ту сторону. Мы ехали, только говорили, молятся за нас, дорогие наши молитвенники, братья и сестры. Мы не знаем, как нас встретят завтра, будет ли беседа. Просто помогите. Вы участники будете. Напряженно молитесь. Детей маленьких поставьте на молитву. Недолго, хотя бы минут пять. Помолитесь, пройдет какое время, опять ставьте на молитву. Мы ощущали, реально, совершенно незнакомые люди. Представьте, незнакомые идут по улице. Останавливаются. С ними начинаем говорить, они как будто нас ждали. Дальше, хоть сколько едем, никого уже нет. Именно эти люди, вышли, навстречу, как будто они нас ждали. Переезжаем в лесок, а там небольшая роща их разделяет. Опять в этот двор показали заехать, а там уже вот я уже приезжал. Заходим, именно те, кого мы там встретили, они пришли там прямо к их дому. Они-то нам не сказали, где жду. А мы, переехав оттуда, прямо к ним в дому попадаем. Как будто зарубу нас кто привел. У меня так не было. Крепко за нас молились везде. И дети, и в лагере, и в деревне. Молиться надо за батюшку, чтобы у него там было благовестие. Я всегда тревожусь, как он уезжает. Он никогда не докладывает, где что было. Я всегда бываю... Ну кто бы там был, он прям их бежу, как бы сердится уже. Ну что он соберет-то? Среди недели там были, никого нет. Там три бабки. Да три, да это же много, батюшка. Да их трех-то собрать. А мы подошли к одной. Она сидит с хлопушкой на скамейке. И от нее сколько узнали? Ей 80 с лишним лет. И через бабушку... Ты никого не затираешь, ты не знаешь, как Бог через кого откроется. Мы ничего не знаем. И вот в этой нашей немощи Бог тогда открывается. Приехали близким знакомым, мы когда-то с ним были рядом, соседи жили, когда я был в пятом классе. Вообще неверующий. Ни граммы веры нету, ни у него, ни у них. Дальше разговариваем. Садитесь за столом, помолитесь. Она только открывает, а у нас иконы есть. Закрытые. Правда, впереди игральные карты лежат, а потом иконы. На башнишке прям. Вначале молитвы, календарь есть. А какой календарь? Может у вас какой-то сектантский? Не знаю, бросит. Правда, сектантский календарь хороший, надписи, священное писание. Значит, семя там уже брошено, она даже этого еще не знает. Оставили все книги, пришлось подарить свои книги. И это все по Слову Божию. Человек посадил в машину, повез там, посмотрели, где я в детстве был, где жил, где школа. Господь. Мы едем оттуда и говорим, какие черные моря, куда-то едут в пустыню, в Гобе. Люди не знают, куда деньги тратят. Тут поля, пшеница хорошая, светит солнце, хвойный лес, 10 километров хвойным лесом ехали. Чудо Божие. Господи, слава тебе. Хочется останавливаться и молиться, и благодарить. Мирное время. Мы едем в совершенно неизвестное место. Какая погода? Ничего не знаем. Мы доверились Богу. И возвращаемся, и тут ждут, как будто никуда не выезжали. Ни за какие миллионы этого нельзя купить. С нами наш Бог. Мы страшно богатые. Мы неимоверно богатые. Лука, 18-31. Отозвав же двенадцать учеников своих, сказал им, вот мы восходили в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыре человечества. Ученики слышали это все, они, конечно, не вспоминали, а Господь иногда раскрывал. Все написанное сбудется и о нас. Он говорит, не оставлю и не покину. Я благословлю. Ангел Господень с вами будет, когда вы понесете слово. Идите на края вселенной и всей твари. Это все Писание сказало о нас. Мы всю неделю ждем, когда придет воскресенье. Какая же интересная жизнь у верующих. И это еще не все, а что дальше Бог еще будет открывать. Матфея 2-3. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, и вот так написано через пророка. Написано. И никакого исследования, никаких генетических кодов не надо было вернуть. Он написан. Он тиран. Написано. Значит, все. Это точка. В Вифлееме. Христос не мог родиться ни в Бомбее, ни в Кабуле. В Вифлееме. Пошли. Да написано же. Вдолбитесь себе сюда, что написано это конечная точка, конечная инстанция, дальше идти некуда. Написано Аминь. Матфея 26-31. Тогда говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, рассеется в овцы. Может быть, у нас будет так, поразит Господь пастырь, и говорит, боже, как я и хоронить, там некому будет. А мы здесь живущие рассеемся, и за это надо славить будет Бога. Поражу пастыря, Христа, конечно. Это написано. Ученики-то, как они не хотели от Христа отходить? Петр бросился его защищать, не умело, правда, но все-таки смелость ему было не занимать. Да как же тогда сбудется? Господь говорит, вложи меч. Мы могли бы многое что-то сказать, мы старались только одно, дать людям Евангелие, чтобы по Слову Божию все было. Псалом 39-8. Тогда я сказал, вот иду. В свитке Гришин написано о мне. Мы должны увидеть не только пророчество о Христе, а о нас самих. А таких пророчеств очень призови всякий, кто призовет имя, Господь спасется. Воззовет ко мне, услышу. Псалом 90-е. Воззовет и услышит. С ним я в скорби. Значит, в скорби нас Бог не оставляет. Это пророчество каждому из нас. И как на душе радостном. А ведь скорби какие? Самое драгоценное Бог отнимает, сжигает, испепеляет. Да, мы жалеем царя. Ну, царь, невинные девушки. Они на небе. По-человечески так. А кто бы они были, если не будет расстрелянная? А где эти, которые убивали, кто их знает, где они? Ну, только не там. В это я не верю. Иоанн 6-45. Ну, пророков написано. И будут все научены Богом. Всякий, слышащий от Отца и научившийся, приходит ко мне. Ко Христу не идет тот, кто не от Отца. Вот я занимался много разными книгами и других религий, считая, это мусульман Коран. Он весь написан по слугу. Магомед что слышал, встречался с христианами, так и писал. Это не откровение Божие. Там все еврейские рассказы, как человек, который слышал, забыл, в таком уровне написано. Нет этой четкости. Он не может когда, откуда он узнал. У нас в Библии все говорится. Кто это сказал, как Моисея Бог избрал, что дальше было с Моисеем, где, а там пропуски, потому что он не мог все запомнить. Тем более, он не знал ни еврейский, ни арабский язык. Нам открыто это через слово. Деяние 742. Божий отвратился, и как написано в книге про Бога. Так раз и написано, что отвратится. Да. От изравительства народа Бог отвратился и предал их по руганию. А так от русской церкви отвратился и предал по руганию. Я говорил, что среди поэтов примерно за 300 лет я их перемолодил нынче. Больше 10 тысяч стихов только. Стихов. Ни одного рожденного свыше не нашел. Ни одного. Как мне это было тоскливо. Сейчас вот даже я занимаюсь материалами, но ни одного нету, что прямо говорил. Как это можно не видеть, когда прямо Господь говорит, мне тут надо родина большая, чтобы была, кого-то где-то подмять надо, кому-то отомстить, чтобы кто-то нас боялся, откуда это? Нам дано только страдать, не только веровать, но и страдать, Петр говорит. И мы должны с этим согласиться. И тогда с нами стоит Христос, и Он меняет сердца людей. Меняет. Он располагает. Я помню, с Новокузнецкой тюрьмы везут, когда на этап. Этап от тюрьмы до тюрьмы, когда везут. Это самое опасное. Пожаловаться некому, потому что довезли, сбросили, сдали. Там машина начальства постоянно, которые везут, состав ушел в любом направлении. И называется конвой. Конвой лютует. Новосибирск особенно славится лютостью своей. Не будет актуально, хоть лопнет. Не дают ничего, не есть, не пить. И вот когда вывозят, ну как бьют, это нельзя высказать. А перед этим, как садить уже, вывозитесь из тюрьмы, во дворе выстроена зима. У кого какие жалобы есть? Сохрани бог. Какая жалоба? Тебя сейчас зароют и знать никто не будет. Ну жалобы есть, полупьяный стоит офицер. Ну говори. Я поднял руку и говорю, жалобы есть. Как? Жалобы? Даже надо думать. Где ты говоришь? Там не прокурора по надзору. И какая жалоба? Ну что-то у меня отняли. Я говорю, авторучку у меня взяли. Отняли они какую-нибудь. Авторучки? Там говорить-то не вообще было. Он сразу остановился. Пошли. Заводит меня. У всех отняли ручек. На столе сколько есть. Он все сгребает и меня в сумку толкает. Там 100-200 авторучек. Это все твои. Пошли. Еще есть жалобы? Нет? То ли он что-то знал? Или бог так знает. Я по себе ниже нет. Да он ничего не знал. полупьяный. Это бог так делает. Все кучей забирает. У меня сумки, две большие сумки. Он полные сумки натолкал, до высших посадил и поезжает. Да еще я охрану дал, что у меня дорога еще не отняли. Как все вспомнишь? А если бы я умел защищаться? Ну вот у нас живут, он умел защищаться. Первые же драки убили. Все. Псалом 28.8 Идеяние 7.42 Бог же отвратился и как написано в книге пророков. Деяние 15.15 И 7 согласны слова пророков как написано. Какие пророки? Что сказали конкретно по какой-то теме? Ну сегодня вам некогда заниматься. Будет впереди большая зима. Что Писание говорит конкретно об отношениях матери с девочкой, матери с мальчиком, отношения девочке к матери, к родителям. то есть любой вопрос задавая Писанию он освещен. Я клюшу задают вопросы. Мне понравился наш первый иерарх Иларион. Ему задают вопросы. А вот вы говорили интервью давали насчет того, что на русский язык. Да как вы? Он говорит грамотно с высшим образованием стоят и ничего не понимают. Что читается по Риме ветхозаветные члены. Надо на русском языке. То есть за что мы боремся, он это поддерживает. Это нам уже Господь дает. И он высказался сейчас архиерейский собор, этот был архиерейский собор, и он высказался, что многие недовольны, что патриархия не вышла за кубинизмом. Со всеми молятся. Это очень большой соблазм, хорошая вещь. Что-то может еще было, но мне просто не попало. У него индивиду берут, и он отвечает о своем выступлении. Полностью выступление я не могу достать, но в общем-то можно только молиться. Если так дальше дело пойдет, то какую-то лепту они вложат в то, чтобы вышли из этого сатанинского сборища Деяние 24 14 Но в том признаюсь себе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу Отцов, веруя всему написанному в законе и пророках. Верить надо всему написанному не в газетах, не в своих книжках, а в законе и в пророках. А законы пророков это в Библии. И читать надо очень внимательно, самому не толковать. Вот я говорю, находясь здесь, я от вас вопросов не слышу. Это может и радовать, и печалить. Или много знаете, читаете. Или не читаете совсем. Почему вопросов нет? Вот у меня вопросы все время идут и идут вопросы. К мне задают и я задаю. У меня есть многое, что я не могу разрешить. Писание молчит об этом. Очень трудно искать у святых отцов. Святые отцы это патрология, это 300 книг. 300 книг. Это не 30 1.2 Которое Бог прежде обещал через пороков своих в Святых Писаниях. Бог обещал, что принял Сын, обещание выполнено. Он обещал, что Сын явится для всех наций, да, достиг русских людей. Он обещал, что приходящего ко мне не изгорили вон, да, так. Нам Бог дал все. У нас есть священство, есть понятие о Таинство, есть понятие о Церкви. Вот этого пока будем держаться. Что новое еще откроет Господь? Мне много не открыто. Спрашивают, а как дальше будут развиваться события? Понятия никакого нет. Я никогда об этом не прошу. Я вижу, только сейчас с нами, с нашей общиной, именно так, как могли только думать. Архиерея на нашей стороне, что-то еще 4 года, может что-то они сделают, но доверие наше Господу оправдалось уже. У нас не было никаких потрясений, мы ровно так прошли, ни в пад, ни в какой раскол, не уклонились в ересь, как написано. Поэтому данное обещание Богу, Богом о Христе мы должны прилагать к себе. А что обо мне конкретно там сказано в Писании, по имени моему нет. А так понятно. Иисус говорит, вас зовет ко мне и услышу, и в день печали помогу ему. Мы воззвали и просили Господу, Господи, сделай так, чтобы воля Твоя исполнилась у нас. Волю Божию познать без смирения нельзя. Мы высказали четко свое мнение, мы не согласны с объединением, потому что не было покаяния в патриархии. Но мы подчинились, подчинились если нас все терпят. И власти нас не трогают, и местные хоть они недовольны нами, там епископы священники, но местный епископ, я не знаю, кто ему подсказывает, но нигде на меня не вылез в печати. В устной форме передают, но ни разу за все время, вот сколько четыре года он уже здесь, а может даже четыре с половиной, но все стоит в той же поле, как вот он первый день приехал. Нам есть чем себя занять. Как свободная минута, никто не пищит, начинаем молиться. Пойдешь никуда, поменьше пустых разговоров, научитесь за все благодарить Бога, и вспоминать, что об этом написано. Мы детям задаем загадки, иногда дорога идем, а что про дорогу в Писании написано, этим-то ничего не скажешь, они не знают. Сами себя об этом ставьте себе вопрос, как это будет выглядеть. Итак, согласно написанного, Он нас не избонит, если мы будем верны. Если народ оказался неверным, то Бог верен. И согласно написанного, что у нас вокруг, мы имеем великую надежду достичь Сашества Небесного. Аминь.